В течение последнего года на канале выходило немалое количество видеоматериала, но почти под каждым из них было два комментария. Первый. Эрик, где ролик про input lag? И второй, где конфиг? Сегодня мы поговорим о втором. Да, в течение шести месяцев его нельзя было скачать, потому что я его просто-напросто удалил и отправил на переработку. Последняя версия была с тем прицелом, который менял цвет при стрельбе. Да, это было настолько давно. Но сегодня тот день, когда я поделюсь своим новым и покажу, что изменилось, что добавилось и что я удалил. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы помните... 17-й год. Кнопка I. Это написано в чате, я играю на лайфхакерском конфиге от шока. Но я предлагаю перейти в CSGO и продемонстрировать его содержимое. Полетели. Давайте начнем с того, что бросается в глаза прямо сейчас. Да, это 4 на 3. 1280 на 960. И я вам скажу так, это лучшее разрешение, которое я вообще использовал. И тем более, с таким же разрешением бегает Simple. Кто не знает, это игрок Flipside Tactics. А еще я у него забрал очень важные настройки видео. Понятное дело, это человек, который играет в эту игру каждый день. И он настроил эту игру максимально правильно. Но если настройки графики мы можем украсть, то прицел, радар, размер всего этого худа и его цвет... Это уже что-то персональное, и мы можем это кастомизировать. Давайте начнем с того, что у меня CSGO на английском. Да, это странно. Но вообще есть на самом деле люди, которые до сих пор не верят в input lag. Я верю в то, что на английской CSGO больше FPS, плавности и просто все работает быстрее. Я никак это не докажу, но я почему-то в это начал верить. Да, это звучит ужасно, это звучит глупо, но у меня есть аргумент. Уже 2,5 года мы работаем в Saber Shock'е, и мы знаем, какой сурс первый изнутри. А он дерьмо. Поэтому я в это могу поверить. Давайте продолжим с биндов. А у меня они уменьшились. Если раньше стрелочки на клавиатуре исправляли твой прицел, делали его больше или меньше, я это убрал. Это не нужно. Менять прицел вообще это грех. Также убрал возможность уменьшить или увеличить громкость игры, потому что я этим редко пользовался. Это не особо нужно. Нужно просто поставить ту громкость, на которой ты постоянно играешь. Буква С. Это у нас... Говорить. Очень удобная позиция для кнопочки. Пользуюсь уже этим 3 года. Советую. Нажимая на H, мы мутим или размучиваем своих тиммейтов. Если у вас важный клатч, вы можете это сделать. Если раньше мы нажимали на I, и появлялся текст, и я играю на лайфхакерском конфиге от Шока, и это стало мемом, то сейчас... Иди по тренси. Иди по тренси. Иди по тренси. Ноу-клип. Это что? Давайте вспомним первую букву ноу-клипа. Понятное дело, это N. Нажимая на эту кнопку, мы летаем. У вас перестрелка, но вы замечаете внезапно, что у вас бомба в руках. Но если вы потеряете бомбу, будет не очень. Раньше вы нажимали на пятерку, выкидывали бомбу через J, и теряли очень драгоценное время. Сейчас вы можете стреляться, нажать на V, и она просто вылетит. Без надобности переключаться на нее. Как только вышел Danger Zone, появилась очень важная команда, которая показывает, где находится противник, либо дроп, либо что-то еще. Это метка. Нажимая на X, вы показываете свою метку. И это мега удобно. Вы играете люркеров на B, и ваша команда пробирается на лонг. Но на вашем радаре не отображается происходящее на лонге. Поэтому нажимая на Z, у вас открывается больше обзора. Ребята из КСФЛ запустили свой батл паст на сайте. Вы можете выполнять миссии вроде отправить два стикера в чат, либо выиграть пять игр в краше с коэффициентом 2х, и получить за это ценные призы. От бесплатных кейсов до бесплатных скинов. До окончания сезона осталось 50 дней, поэтому примите участие в этом мероприятии, пока это возможно. Ссылочка на КСФЛ будет в закрепленном комментарии этого ролика. Большинство людей скачивают мой кофе не просто потому, что он популярный, а из-за того, что здесь можно прыгать двойным прыжком. Смотрите, у нас тут есть возможность подняться на коробку. Мы это делаем просто прыжком. Как вы можете заметить, ничего не происходит. Я просто прыгаю. Но если мы нажмем на пробел, то я делаю прыжок плюс контрол. И этот прыжок выше, чем обычный. Вы можете сейчас заметить, что в моем прыжке будет пролаг. И этим пролагом можно пользоваться. Такая же ситуация у нас на мираже. Обычный прыжок ничего не дает. Но прыжок с пробелом дает подняться с первого раза. Такая же ситуация с этой коробкой. Такая же ситуация и здесь. Это же легендарно. Самая дефолтная и старая команда это очистка стен от пуль, от крови и от грязи. Нажимаем на shift и все чистится. Круто. А сейчас самое интересное. Это гранаты. Впервые в моем конфлике появились бинды на них. У вас перестрелка на шорте. И вы понимаете, что сейчас нужен молдов. Если раньше вы заходили и смотрели на клавиатуру, где четверка тыкали раз, два, три. И возможно иногда ошибались и нажимали лишний раз, переходили обратно к флешке. Это занимает очень много времени. Сейчас мы нашли решение. Сейчас нажимая на маус 4 берется сразу же молдов в руки. Мы его кидаем. Кидаем еще один. Кидаем еще один. И все это происходит очень быстро. Вам сказали нужно кинуть смог в окно. Мы подходим сюда и сразу берем, кидаем его. Это у нас на маус 5. Флешка у нас на колесико мышки. Она кидается очень быстро. Это быстрее, чем кидать ее вручную. Понятное дело, прямо сейчас в этом сложно разобраться, запомнить. Но от накатка на фейсити вам даст возможность это все вызоврить. Это гораздо быстрее, чем вручную. Ну а на осколочную гранату я не делал бин, потому что она всегда 4. Как бы вы бы и не хотели, она всегда будет четверкой. Поэтому вы можете спокойно брать гранату и кидать ее под А. Ну а если вам нужен джабстрову смог, то я про него не забыл. Нажимая на альт вы используете его. Это смог из 2015 года, который я до сих пор не выучил. Задумайтесь о том, брать у меня конфиг или нет. Ну а сейчас самая главная фишка этого конфига. Это мгновенный дефюз. Мы просто подходим к бомбе. И если вам лень ждать, вы нажимаете на Е. И бомба дефейтся мгновенно. Симпл. И остальные не знаю, почему до сих пор не используют. Также есть очень простая команда, которая уже вшита в конфиг, вы можете это не прописывать. Заходим в настройки, в настройки аудио. И видим вот эту вот настройку. 10 секунд до взрыва бомбы. И теперь вы услышите музыку за 10 секунд до взрыва. Это дает огромнейшую подсказку. Вот так вот. Это просто прекрасный легальный чит, который есть в CSGO. А также на колесико вниз у нас прописывается прыжок. И это гораздо удобнее, чем пробел, потому что понехопить матчмэкинг на фейсите с пробелом просто невозможно. Вот такие чудеса вы можете творить в матчмэкинге. Если поставить игру в конфиг от шок. А также, когда я запускаю CSGO, я постоянно делаю одно и то же. Shift-up, интернет-браузер. И у меня открывается Сабишок. Как это сделать? Просто заходим в настройки, браузер и прописываем сюда Сабишок. И все. Если вы хотите, чтобы открывался бы не Сабишок, а Ютуб или ВКонтакте, вы можете просто нажимать здесь. Сразу Ютуб, сразу ВКонтакте. Это ведь идеально. Давайте я вам покажу мои настройки NVIDIA. Там нет ничего особенного, но я все равно покажу. Это у нас во весь экран, чтобы работало бы 4.3 растянутая АКП. 1920x1080 200 Гц. И самое главное, я уже 3 года играю с такой настройкой. Цифровая интенсивность плюс 70%. CSGO становится более яркой, красочной, насыщенной. И играть хочется в эту игру побольше. Без этой настройки игра депрессивная и хочется плакать. Мои параметры запуска. Это у нас герцовка 240. Если у вас она другая, то поставьте свою цифру. Это убирает заставку. TicRate 128 на своем сервере. FPS Max 0, чтобы у меня был всегда максимальный. Так делает Simple, я сделаю так же. Это затрунские команды, которые, по сути, если даже объясню, ничего не дадут. Просто поставил, потому что так ставят другие. И команда, которая помогает OBS увидеть CSGO, а CSGO показывается OBS. Если вы не стример и не ютубер, вы можете это убрать спокойно и ничего не будет. Чтобы ставить мой конфиг, нужно сохранить свой, если не понравится, чтобы вернуться к своему. Мы открываем консоль и прописываем host, write config и любое название. Что-то. Отлично. Конфиг сохранен. Сейчас мы выходим из CS, заходим в System C, Program Files, Steam, User Data. Вот в такие папки вы заходите. И находите здесь свой конфиг что-то. Мы его копируем и переносим в папку CSGO в KFG. Теперь он у вас сохранился. Вы свой не потеряете. Если вам не понравится мой конфиг, вы просто прописываете exec что-то и он возвращается. Но вы спросите, Эрик, а как скачать твой конфиг? Так, все очень просто. Ну, для нас не очень, мы делали эту страничку. Сейчас будет релиз, еще этого никто не видел. Я беру свой конфиг и загружаю прямо сейчас на сайт. И автоматически все прогрузилось. Все мои бинды, прицел. Но также сюда можно добавить VideoTXT. Прописываем в поиске VideoTXT и находим вот такой вот материал. VideoOptionsTXT. Мы его переносим. И у нас появляется вся информация о том, какие у вас настройки и видео. Здесь мы пишем параметр запуска. DPI 800. Растянутая. Девайсы и так далее. Я все распишу. Вы можете это все увидеть, если зайдете ко мне на профиль. Ограничений на загрузку нет. Вы можете скачивать сколько угодно. Поэтому всем приятной игры на моем конфиге. Мы сделали эту вкладку для всех открытую. То есть вы можете зайти к своему другу и посмотреть, какие у него настройки. Какой у него прицел. Скопировать его, увидеть, какие у него девайсы, мышки и так далее. А если вы на лане и хотите скачать свой конфиг, вы просто прописывайте собесок.нет в вашу ссылку и сразу попадаете себе на страничку. Спасибо тебе за просмотр этого ролика. Не забудьте подписаться на канал. Пожалуйста, это реально важно. С тобой был я, Эрик Шоков. И я с тобой прощаюсь. Надеюсь ненадолго. До следующего ролика. Пока.